Привет! Хотите, чтобы у вашего ребёнка были неврозы, психозы и панические атаки при виде игрушек? Просто подарите ему вот такого забавного персонажа. Абонемент к психологу на ближайший год прилагается. Вот теперь мучает вопрос, эта кукла была задумана как одноглазый циклоп, или это всё-таки случайная ошибка на производстве? Вообще, надеюсь на второй вариант. Хочется, чтобы такие шедевры рождались только случайно. Это вообще что? Гибрид голубого кролика с осьминогом? Я даже боюсь предположить, чем нужно стимулировать такую фантазию, чтобы создать такую игрушку. А Фактория всё-таки призывает держать фантазию в пределах разумного. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Это на что это они намекают? На то, что в их магазине продаётся одежда для настоящих быков и бурёнок? Ну, видимо так. Ведь манекены выглядят как стадо с ближайшего пастбища. Никогда бы не подумал, что может быть страшно садиться на кресло. Но испугаешься тут, когда оно к тебе свои ручонки тянет. Вроде бы обувь придумана для того, чтобы защищать ноги от внешнего воздействия. Но если вам не хватает ощущений, то можете купить себе вот такие кеды с пальцами, чтобы можно было больно биться мизинчиком, даже если ты обут. Вроде как игрушка называется «Мишка на пикнике». Но выглядит этот мишка так, будто он в трёхмесячном запое. И возвращаться из него не планирует. Наверное, когда дизайнер создавал эту кружку, он думал, что это будет мило. Но ещё бы не мило, кружка с глазками. Она улыбается. Вот только он не заметил, что кружка будет плакать жуткими кофейными слезами. Нет, сама по себе эта гитара совершенно не пугает. Гораздо больше меня пугает тот человек, который способен на этом инструменте сыграть. Казалось бы, скамейка ничем не может напугать. Скорее пугает то, что с ней случилось. Как-то очень подозрительно она расплавилась. Ложка – это ведь такой безобидный предмет, правда. Но всё зависит от её размера. Вот такой столовый прибор, если на ногу упадёт, то точно мало не покажется. Как они додумались сделать трибуну в виде половины человека? Это же натурально жуть. Хотите себе мохнатые ноги? Ну они реально мохнатые. Наверное, такими очень удобно кого-нибудь щекотать или сметать крошки со стола. Больше никакого практического смысла обнаружить не удалось. Наверное, это должно было быть украшением стола, но больше всего напоминает трёхлитровую стеклянную банку, которую зачем-то сделали в форме головы. Да ё-моё, кто ты такой? Самое страшное, что это ручная работа. То есть какой-то человек сидел и на полном серьёзе тратил свои вечера, чтобы связать это существо. Он бы хоть какую-нибудь табличку прицепил, чтобы все понимали, что он пытается сотворить. Вообще-то они довольно милые, но почему-то создаётся стойкое ощущение, что теперь кухня принадлежит этим ребятам, а не владельцу дома. Спящая собака, сделанная из десятков разнообразных часов. Я, конечно, понимаю, что, наверное, это творчество, но хотелось бы понимать, какой смысл в этот шедевр вкладывал автор. Если бы это была просто пицца, которую оформили в виде циферблата часов, это было бы странно, но понятно. Но всё хуже, это часы, которые оформили в виде пиццы. Наверное, кто-то пытался сделать милый стаканчик для карандашей, но получилось то, что получилось. Зато никто не будет карандаши без разрешения таскать с таким-то охранником. Логика подсказывает, что это должна была быть забавная кружка с инопланетяшкой. Но опознать в ней персонажа получается с трудом, что, опять-таки, неплохо. Никто не будет лишний раз трогать вашу кружку. Вот только и самому её трогать лишний раз как-то не хочется. Думаете, что этому миру вас больше ничем не удивить? Да вы просто не видели набор матрёшек с эминемом! Всего лишь розовый леопард, танцующий вокруг шеста. Обычная детская игрушка, даже внимания обратить не на что. Чья больная фантазия скрестила морского конька и початок кукурузы? Этот человек обязан попросить прощения у матушки природы. Ну, серьёзно, природушка смогла придумать только утконоса, но он явно проигрывает в этом сражении. Абсурда. Вроде бы абсолютно ничего особенного. Ну, подумаешь, ручка для зонтика, сделанная в виде девочки. Но почему-то от её коварной улыбки бросает в дрожь. Да, это всего лишь поделка из ракушек. Надо же людям девать куда-то привезённые с моря сокровища. Но медвежонок получился не то что несимпатичным, скорее пугающим. Это, простите, что? Скворечник. То есть реально кто-то додумался сделать скворечник в виде толстого кота, которому в пузо будут залетать птички, а он будет собираться их съесть? Всё, без комментариев. Что, кто-то правда считает вот такое существо украшением комнаты? Да если бы я однажды встретил вот такого яйцеголового у себя на столе, я бы один в комнату заходить боялся. Красивые вроде серьги, с глазами. Но когда задумываешься о том, что кто-то хочет носить на себе чьи-то глаза в качестве украшения, понимаешь, что это ненормально. Это что ещё за бананы, сиамские близнецы? Если бы это были настоящие бананы, вопросов бы не было, но эта скульптура призвана украшать кухню. Ну признайтесь, хотите себе такую мышку? Да, прямо с гигантским зелёным жуком внутри. Согласен, жук красивый, но видеть его каждый день в мышке неохота. Вытаскивать салфетки не из какого другого места у кошки нельзя было, да? Фантазия дизайнера была способна только на это. Как насчёт подставки для посуды, которая сделана в виде щупальца гигантского кракена? Ну каждый ведь хочет видеть у себя на кухне гигантские щупальца. Да? Разве нет? Так, хорошо, давайте по порядку. Это фламинго, который сидит на краю стола, изящно скрестив человеческие ножки. И при этом пялится в ноутбук. Ничего странного, идём дальше. Букет из плюшевых котят. Это вроде бы должно быть мило, но почему-то по факту милым совершенно не кажется. Кому можно подарить такой букет, и при этом тебя правильно поймут, а? Это всего лишь кошелёк. Вот вы видели кошелёк страшнее? Я нет. Стоит положить в него деньги, и он точно их не отдаст обратно. Вы только посмотрите на его физиономию. Если вам не хватает острых ощущений, пока вы принимаете душ, то можете купить вот такую насадку. И каждый раз, когда будете мыться, вам будет казаться, что вас пытается укусить скелет тираннозавра. Очаровательная настольная лампа. Всегда мечтал, чтобы у меня на столе стоял заспиртованный инопланетянин. Вот именно этого мне и не хватало. Ага. Понятия не имею, что это такое, но если бы я увидел такой лист с человеческим лицом среди ночи, орал бы я так, что все соседи в ближайшем квартале посидели бы. Кто-нибудь знает, что это за печальное голубое пёрышко с глазами? Хотя, наверное, на его месте любой бы загрустил. Загрустишь тут, когда не знаешь, что ты такое. Что это ещё за рыбка-клубника? Кажется, даже создатели детских сказок не додумались до такого гибрида. Но если вы тоже встречали что-нибудь настолько интересное, то надеюсь, вы успели это сфотографировать. Потому что именно для таких фотографий существуют ссылки в описании под видео. Просто представьте себе мысли собаки, хозяин которой притащил домой банановую таксу. Это вы ещё взгляд кота не видели, он более красноречив. Нет, кружка очень красивая, я не спорю, но всё-таки жуткая. Такое впечатление, что дна у неё нет, вместо него морская бездна. Возможно, кто-то посчитает это забавным, но я бы не хотел, чтобы у меня в комнате находилась гигантская улитка размером с собаку, которая ещё и светится в темноте. Кто-нибудь знает, что это за существо? Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что моя фантазия всё вышла из чата, когда я вижу нечто синее, наполовину лысое и наполовину лохматое. Я, конечно, понимаю, стиль там, всё такое, но всё-таки делать каблук в виде чего-то хребта, вам не кажется, что это уже слишком? Наверное, кто-то скажет, что ничего страшного в этом стакане нет, что это всего лишь милый спанч-боб, и он не может никого напугать. Но вот знаете, я что-то не согласен. Я точно не хочу, чтобы на меня так пялился мой стакан. Ночники придуманы для того, чтобы человеку было уютно в комнате, если он вдруг проснётся посреди ночи. Ну и кому будет уютно, если у него в комнате будет вот такая чёрная кошка со светящимися глазами? Это всего лишь цветочный горшок, но что-то с ним определённо не так. Или с его создателем, который вовремя не обуздал свою фантазию. На случай, если вам недостаточно здоровенной рыбы-сумки, к ней прилагается малюсенькая рыбка-кошелёк, чтобы ваше счастье стало полным. Надеюсь, вам туалетную бумагу в туалете держит здоровенный металлический скелет динозавра? Если нет, то вы многое упускаете. Ну ничего себе лампа! Если она создана для того, чтобы пугать случайных гостей в доме, то она точно отлично справляется со своей задачей. Вы бы зашли в магазин, где вас на входе встречают гигантские руки в одежде вместо манекенов. Я бы обходил такое место стороной, потому что это натуральная декорация к фильму ужасов. Выбирай следующее видео для просмотра. Спасибо!